Легкоатлетическая эстафета стала заключительным этапом 8-й городской спартакиада Дешкалята. В масштабных соревнованиях, которые начались осенью и длились в течение всего учебного года, приняли участие воспитанники всех детских садов Заречного. В рамках состязаний ребята смогли проявить себя в разных спортивных дисциплинах. В течение года прошло очень много этапов. Это и веселый старт, и бег на 30 метров, прыжки в длину с места, и броски в баскетбольное кольцо, и еще много-много другого. Чтобы показать достойные результаты, юные спортсмены прошли особую подготовку. На занятиях в детском саду они выполняли задания на развитие ловкости, силы, меткости и скорости. К каждому соревнованию нужна определенная подготовка. Поэтому, конечно же, с одной стороны, трудности нужно выявить лучших, нужно подготовить какие-то моменты технического вида. Особые навыки понадобились детям и для того, чтобы пробежать эстафету. Итог соревнований зависит от каждого участника. Поэтому дошколятам в первую очередь нужно было показать умение работать в команде. Кроме этого, во время подготовки наставники особое внимание уделяли техническим моментам. Например, правильной передаче эстафетной палочки. Чтобы ребенок не уронил ее, рассказать, как ее нужно взять, как нужно отойти немножечко вперед. То есть вот эта техника выполнения, передачи палочки, мы работали над этим. В каждой команде было 10 человек. 5 мальчиков и 5 девочек. Все участники старались показать наилучший результат. Один за всех и все за одного. То есть это команда. И они друг за друга болели. Если что-то кто-то неправильно передает, они подсказывают. То есть это как бы итог вот этой всей нашей работы. По итогам забега лучший результат показали воспитанники детского сада номер 11. Второе место заняли ребята из 18-го комбината. Бронза досталась представителям детского сада номер 15. Эти результаты вошли в общий зачет 8-й спартакиада дошкалята. Диана Котлерова, Вячеслав Юртаев, телерадио компания «Заречный». Продолжение следует... Продолжение следует...